В этом году из республиканского бюджета на преображение дворов и улиц по проекту формирования комфортной городской среды выделили полтора миллиарда рублей. Деньги уже распределили по муниципалитетам. Наша съемочная группа побывала в селе Комсомольском и городе Ядрине и выяснила у жителей, как они относятся к глобальным преобразованиям и принимали ли сами участие в создании проектов благоустройства. Село Комсомольское, территория жилого микрорайона, носящего имя Героя Советского Союза Николая Кабалина. Это сегодня дети играют здесь на разбитых песочницах, а старушки сидят у подъездов на самодельных скамейках, на аспект сооруженных из резиновых покрышек. Но уже в мае этот двор вместе с еще четырьмя придомовыми территориями ждет тотальное обновление. На замену тротуаров, установку детской и спортивной площадок, обустройство парковок и мест отдыха для пожилых собираются потратить 5 миллионов рублей. О благоустройстве давно просили жители и их услышали. Хорошо бы, конечно, обновить дороги от ямы на яму. Что еще? Вот площадку ждем детскую. Освещение можно было бы тоже еще. Пару фонариков повесить. Состояние этих территорий, конечно же, желает оставлять лучшего. Народ ждет изменения, народ хочет изменения. Для чего мы это делаем? Чтобы сельские люди не уезжали в большие города, а работали, проживали здесь. То есть себя они чувствовали очень-очень комфортно. Вместе с благоустройством пяти дворов в микрорайоне Кабалина обновление затронет и придомовые территории по улицам 70 лет Октября и Центральной. Также под замену пойдет тротуар в микрорайоне Антонова, улицах Куйбышева, Советской и Ленина и у Центральной района больницы. В общей сложности на создание комфортной городской среды на селе направят почти 24 миллиона рублей. А это уже Ядрин, улица Комсомольская, исторический центр провинциального городка. Почти километр проезжей части пешеходной зоны благоустраивают в том числе и на деньги, полученные от победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В прошлом году муниципалитет вышел на федеральный уровень заявкой «Связывая поколение», который предложил свое видение преобразования основных улиц. Проект признали лучшим и выделили 40 миллионов рублей. Еще почти 11 добавили республика и город. Местные жители уже успели оценить первые преобразования. Незнакома со всем проектом. Знаю, что здесь будет дорога с односторонним движением, тротуары, зона отдыха, скамейки и будет новое освещение. Вот то, что это делается, мне нравится. Такие проекты масштабные, это, конечно, спасибо. Рады вообще? Конечно, рады. Для Ядрин это большое дело. Подготовительные работы к большой стройке на объекте, по данным местной администрации, дорожники начали раньше намеченного срока. Техника на Комсомольской должна была появиться только в мае. Но погода благоволит и рабочие медлить не стали. Тем более, что местные чиновники настроены к сентябрю улицу благоустроить. Такие сжатые сроки установили неспроста. Это сделано для того, чтобы город Ядрин еще участвовал в следующем конкурсе, в конкурсе исторических поселений. У них есть задумка, есть желание у и проектировщиков, так как город довольно-таки красивый, один из лучших городов. Скажем так, мало городов. Это Чуваши, поэтому даже проектировщики прониклись. Та команда, которая участвовала в предыдущем конкурсе и принесла победу города Ядрин, они изъявили желание еще участвовать как историческое поселение. Поэтому вот эти все работы, они должны завершить в сентябре месяце. У нас сейчас производится в принципе дорожная работа и подготовка под само асфальтовое покрытие. Регистрируется сама площадь Победы, надеемся, что регистрируется свеча на огнем с памятниками известного солдата. И появится тихая городская зона для выхода людей-грожан на нашу набережную. Чиновники не перестают повторять. Жизнь на селе и небольших городах по комфорту и доступности инфраструктуры ничем не должна отличаться от столичной. И добавляют, только в этом году в республике по национальному проекту намерено благоустроить более 500 дворов и улиц. Евгения Зиновьева, Надежда Александрова, Виктор Степанов. Вести. Чувашия.